МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандальный судебный процесс над валютчиками летом 1961 года. Для советского общества это был беспрецедентный случай применения обратной силы закона. Валютчики-спекулянты Рокотов, Яковлев и Фаибишенко уже отбывали положенный срок наказания, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев по что бы то ни стало, решил их расстрелять. Ради этого закон целого государства спешно переписывали два раза. Почему показательный процесс не ограничился тюремными сроками? Зачем понадобилось менять законодательство из-за троих махинаторов? Что такого натворила эта троица? Конец 50-х годов прошлого века. В Москве, Ленинграде и других крупных городах Советского Союза процветает черный рынок. Для спекулянта операции с валютой, золотом и драгоценностями самые опасные. Но если сделка проходит удачно, авантюристы мгновенно срывают большой куш. Заместитель главного редактора российской газеты Николай Долгополов учился тогда на первом курсе Иньяза. Вспоминает, как его с однокашниками у дверей вуза по вечерам караулили валютчики. Они нас мучили, одолевали. И нам было просто мучительно. Подходили люди, слушай малый, сведи вот с этим. Я хочу ему пометить, да что вы, мы переводчики, о чем вы говорите? Это нельзя, запрещено. Центром черного рынка считается Плешка. Это улица Горького, нынешняя Тверская. От Пушкинской площади до отелей Националь и Москва. Каждую ночь валютчики и фарцовщики выходят на охоту в поисках потенциальных продавцов. Слово «фарцовщик» – это искаженное «форсельщик», которое, в свою очередь, произошло от вопроса, задаваемого иностранцу. Have you anything for sale? Имеете ли что-нибудь на продажу? Март 1959 года. Анастас Микоян встречается с американским экономистом Виктором Перло. Американец жалуется, что его повсюду донимают какие-то люди, предлагающие продать валюту. Разговоры об этом доходят до Михаила Суслова, серого кардинала ЦК КПСС. Он требует передать борьбу с контрабандой и теневым рынком в ведение КГБ. Там оперативно создается отдел по борьбе с валютчиками. Ротдел был небольшой, хорошо укомплектован молодежью и грамотными сотрудниками. И стояла задача. Во-первых, выявить преступные группировки, выявить их главарей, выявить каналы поступления и каналы сбыта этих драгоценностей. Это первый вопрос был. Оперативники энергично взялись за работу. Работали без выходных и отпусков. Довольно скоро в КГБ знали имена хозяев черного рынка – валютных королей. Здесь нужно было найти свидетельскую базу, очень четкую, обязательно поимку с поличным и изъятие ценностей. Значит, если приступать к этому рынку, то выявили три фигуры в основном. Это Яковлев Дмитрий Дмитриевич, Рокотов Ян, кличка Косой и Файбишенко. Дмитрий Яковлев. Родом из интеллигентной семьи. Кандидат наук, любитель старины. Коллекционер антиквариата. Особую слабость питает к русским иконам. Заработанные деньги вкладывает в произведения искусства, в которых разбирается блестяще. Прекрасно владеет методами конспирации. Сферы влияния валютной тройки четко поделены. Яковлеву достаются Центр и Лубяка, Рокотову Большой театр и Центральные гостиницы с интуристами. Файбишенко царствует на Садовом кольце в районе колхозной и кинотеатра «Форум». Файбишенко – очень амбициозный человек, молодой, считал себя вундеркиндом, хотя нигде не проявил себя, у него не было высшего образования, он застрял где-то. Но невероятно энергичный по жизни. То есть он многие вещи, многие работы делал сам. Сам обигалов. Точно. Ян Рокотов по прозвищу Косой – человек по тем временам сказочно богатый. Он снимает самые шикарные апартаменты на улице Горького. Писатель и журналист Николай Долгополов жил с Рокотовым на одной лестничной площадке и часто встречал валютного короля. Всегда у него были очень элегантные спутницы. Он был безукоризненно вежлив и даже со мной мальчишкой здоровался. И моя мама покойная говорила мне, вот, Коль, посмотри, вот какой интеллигентный человек. Соседи даже подумать не могли, кто на самом деле этот вежливый и тихий молодой человек. Рокотов – это хитрый, жлобный, очень жадный субъект. Помощники у него делились на бегунков, которые осаждали и громили наших интуристов. Руководители «пятерок», которые аккумулировали собранные средства, а он только с ними общался. Интеллигент, педант, ловелас, жесткий делец и студент-отличник. Все это Ян Рокотов. Да, я читал лекции по истории арабовской литературы и про историю арабов. Да. И, естественно, Ах Солокотов присутствовал на этих лекциях в качестве студента. Он был молодым человеком. Среди прочих он там был. Он человек способный. Юноша вообще такой очень активный. Писатель Валентин Лавров вспоминает. Это было время стеляк, остроносых ботинок и коков. Сам он вместе с другом Эдуардом Крутским любил захаживать на ужин в Националь. И однажды приятели столкнулись там с Рокотовым. Вдруг я вижу, в углу, там два залы были разделены аркой, но все проглядывалось. Я вижу, сидит как раз этот чувак. И мне Эдик говорит, ты знаешь, кто он такой? Я говорю, кто? Ты это, говорит, он фарцует валютой. Фамилия его Рокотов. И ты с ним не связываешься. Я говорю, почему? Чего? Какие у меня с ним связи? Я валютой не занимаюсь. Я очень хотелось бы, но боюсь законного. Да, и поэтому еще, он говорит, не надо. И потому что он постучал выразительно пальцем по столу, он стучит. Может быть, именно поэтому король валютного рынка свободно разгуливал по Москве. И совершенно не опасался сотрудников КГБ, которые активно отлавливали фарцовщиков. Есть версия, в которую я верю и не верю. Не знаю, может она и правдива. Рокотов был осведомителем милицейским. И якобы он сдавал мелких рыбешек. И за то, что он сдавал вот таких перекупщиков, начинающих, скажем, ему давали держаться на поверхности. И все-таки Рокотова арестовали. По Москве в 60-е годы упорно ходили слухи о том, что валютчика сдала его жена. Косой был известным лавеласом. Вокруг него всегда крутилось много женщин, на которых Ян тратил огромные суммы. Ему приписывают даже роман с бывшей любовницей Лаврентией Берии Лялией Дроздовой. Якобы Рокотов купил ей за баснословные деньги шубу и даже квартиру в центре Москвы. Рокотова решили брать с поличным. Группа наружного наблюдения зафиксировала появление Косова с большим чемоданом в руке на одной из центральных улиц Москвы. Его вели очень аккуратно. И все-таки Рокотов заподозрил неладное. Он же ходил с этим чемоданом, с деньгами, не знал, куда его девать. В конце концов, он сдал камеру хранения на Ярославском вокзале. Косой попытался оторваться от преследователей. Долго и, как ему казалось хитро, петлял по закоулкам Москвы. Через два часа вернулся к камере хранения. Теперь Ян не сомневался – слежки нет. Можно было забирать драгоценный чемодан. И как раз при получении обратно своего портфеля вот его схватили. При обыске у Рокотова изъяли фантастическую по тем временам сумму – полтора миллиона долларов. Следственная группа вплотную подошла к аресту еще одного короля черного рынка – Владислава Павишенко. Он был самым молодым среди московских купцов, но не уступал остальным дельцам ни в хватке, ни в навыках. Когда начали осматривать стол, то там был сделан очень аккуратно тайник. В каждой ножке были заложены или валюты, или золотые монеты. То есть мы обнаружили вещественные доказательства, были полные и изъятие ценностей. Через некоторое время взяли и Яковлева. Он отреагировал на арест спокойно. Сразу сознался и рассказал о каналах контрабанды. Теперь партийной верхушке можно было докладывать. С черным рынком в Москве покончено. Начался громкий процесс по делу валютчиков. Они были сначала осуждены московским городским судом по существующему закону, который предусматривал лишение свободы от 5 до 8 лет. В 1961 году первый секретарь ЦК КПСС Хрущев побывал с визитом в Германию. Это был один из самых напряженных моментов в новейшей истории. Так называемый Берлинский кризис. Именно в Берлине по самолюбию Никиты Сергеевича был нанесен серьезный удар. Кто-то из журналистов заявил, что такого черного рынка, как в Москве, нет нигде в мире. Хрущев тогда не нашелся, что ответить. А по возвращении в столицу затребовал дело валютчиков. Узнав о том, что осужденных ждет лишь 8 лет лишения свободы, генсек пришел в ярость. По оперативным данным, общий оборот подпольной фирмы Рокотов-Яковлев-Файбышенко превышал сумму в 20 миллионов рублей. В то же время зарплата в СССР в среднем составляла 73 рубля. Президиум Верховного Совета СССР увеличил срок наказания за незаконные валютные операции до 15 лет. Указ об этом приняли уже после ареста королей. Закон, как известно, обратной силы не имеет. Но когда Хрущеву попытались объяснить, что подогнать меру наказания под конкретных людей невозможно, он ничего не пожелал слушать. Во время процесса, значит, Файбышенко вел себя в адекватность, как сейчас говорят, да? Просто он хамил, он ерничал, в общем, там, ну, неприлично себя вел в зале суда. А об этом доложили Хрущеву. Он опять страшно возмутился, говорит, да стрелять надо их таких сукиных людей. И я дал команду, значит, генерального прокурора. Дело снова пересмотрели. Теперь Рокотова, Файбышенко и Яковлева приговорили к расстрелу. Мало кто сомневался. Именно Хрущев настоял на этом. Так на него повлиял тот самый разговор в Берлине. Я думаю, что доллары здесь были все-таки ни при чем. Ему хотелось показать свою власть. Надо было как-то запугать людей. Потому что народ, народ люто ненавидел Хрущева. И Хрущев понимал, что любви он не дождется. Все кассационные жалобы были отклонены. Приговор вскоре привели в исполнение. Государству, нашему имиджу, нанесло рон на многие десятилетия. Вот сам факт, что в нашем государстве может первое лицо взять и ввести в закон, расстрельный закон, который задним числом применить к тому, кто сидит в тюрьме. Ну, такого, ну, самые тиранические режимы и тох не могли до такого додуматься. Я думаю, что с этим переборщили. Жизнь была такова, что молодым людям, молодым ребятам, девчонкам хотелось хорошо одеваться. В наше время эти молодые люди наверняка стали бы преуспевающими предпринимателями. Может быть, их даже назвали бы отцами российского бизнеса. Но валютным королям суждено было попасть в историю совсем другой области – уголовного права. «Я очень прошу вас сохранить мне жизнь. Мне 33 года. Я буду полезным человеком для советского государства. Ведь я не убийца, не шпион, не бандит. Я хочу жить и вместе с советскими людьми строить коммунизм. Очень прошу помиловать меня». Это цитата из письма Яна Рокотова Никите Хрущеву. Но никакие письма, мольбы и уговоры не помогли. Рокотова, Фейбишенко и Яковлева расстреляли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова